Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Данила и вы на канале Yeti 2.0. Сегодня мы с вами поговорим про нож от отечественного ножевого бренда Custom Nave Factory. Не пугайтесь новым сумочкам. К сожалению, санкции работают везде, а особенно в Европе, поэтому бренду пришлось убрать наш флаг с упаковки, но от этого мини-российским он не стал. И сегодня речь пойдет о ноже из категории для тех, кому есть чем резать. Justice Mini. Вот такой вот симпатяга. Просто симпатичный симпатяга. Были они в двух исполнениях. Я взял себе тот, что заявлен синий со вставками из циркути, но по факту сказать, здесь вот только клипсы. Синяя, все остальное, какое такое, серо-синяя. Вот. Был еще второй вариант на бронзу анодированный титан и вставки из кристаллического титана. Я чуть не захотел. Достаточно быстро я устал от кристалл-ти, а вот циркутишечка не отправляет. Кто не знает, что такое циркути, это как дамаск из титана, то, что мы привыкли, называется тимаскус. Только еще и добавляют цирконевую керамику. И отсюда появляются вот такие красивые белый и черный цвет. Еще его иногда называют Black T-Mascus. И посмотрите, сколько здесь всяких классных, сложных финишей. Дизайнером данного ножа является француз Таши Баручча. Бхаручча, правильно будет сказать. Вот. У меня на канале когда-то был обзор на большую версию, Justice 2.0. Долго он у меня был в коллекции, но он огромный для меня. Просто огромный. Я в ролике, можете посмотреть, там даже и резал, и строгал. Вот сейчас мне нравятся ножи именно вот такого формата, вот таких размеров. Даже, может быть, немножко покороче. Этот вот прям я вполне бы мог себе представить именно вот в повседневке. Но, парни, это опять же вот от Casting Factory, где ты сидишь и рассматриваешь все вот эти вот сложные финиши. Это для этого. Это скорее крутой аксессуар, именно вот такой вот дорогой. Потому что, ну, вот посмотрите, здесь вот как сделано. Песок-голтовка, торец-песок-голтовка, а дальше везде продольный сатин. Вот здесь песок-голтовка, а дальше продольный сатин. А вот то, что здесь сделано, тут такой меленький узор, нарезан фрезой. Здесь вот это все очень аккуратненько. Есть у нас клипса, которая полностью совпадает, рисунок на ней с тем, что есть у нас на ноже. Ну, в общем, это вот мы сейчас дальше все посмотрим. Нож я приобрел напрямую у производителя. К сожалению, на момент выхода ролика они в России уже все распроданы. Стоил он в России 64, 100 с чем-то, 172 что ли рубля я покупал. В официальном российском магазине Best Blade. Сразу скажу, к сожалению, мои промокоды на продукцию Custom Effectory и профиль не работают. На все остальное работают. На это не работают. И, собственно, про два варианта я вам рассказал. Теперь давайте по характеристикам. Нож компактный. Это титановый интеграл. На, повторюсь, большую версию вы у меня обзор видели. А это прям компактный-компактный EDC с весом 104 грамм. Версия с Crystal T будет весить легче, потому что здесь, помимо того, что титан, здесь же еще добавляется цирконевая керамика, поэтому у нас есть черные и белые цвета. В общем, подгоночки, все супер. Я выложил там буквально в начале недели себе в Reels этот нож и там был трек, играл. И мне кто-то в комментариях написал, говорит, музыка идет, вот типа вот отсюда из ножа, что это похоже на сетку динамика. Качество изготовления, конечно, у Custom Effectory просто бомбическое. Поскольку это интеграл, да, вы видите, что вот эта конструкция, она целиком вытачивалась из цельного куска. Здесь нигде нету никаких винтов, только один из сего и прикручена клипса. Разбирать мы его сегодня не будем, но я вам покажу, что у него стоит внутри. У него стоят вот такие однорядные керамические подшипники. В комплекте у вас есть упорный штифт, у вас есть осевой, есть подложки, есть запасной винтик под клипсу, запасной штырек там под клипсу, да, чтобы она не играла и сухарик. Сухарик, собственно, ставится по наружке. Очень красивый клинок с ручным сатином, он такой вот прям компактный. Здесь всего 85 миллиметров клинка и из них вот тут, видите, есть чоэл, что вы, когда вы так нож берете, что вы не порежетесь. Вот что тут до кромки достаточно далеко и за счет чоэл всего 80 из них это полезно. Здесь легкая рекурва, здесь, ну, скажем, нож идет на подъем, режущая кромка. 3,4 в обухе, это М398, заявленная твердость 60-62 единицы, разумеется, все это дело с криву. Сведение 0,4-0,45 на передней части, 26 миллиметров ширины вот здесь, не по гарпуну, а вот здесь, и 21 из них это прямой спуск. Просто его можно сидеть, разглядывать, разглядывать, очень мне нравится. Ну и разумеется, вот такое симпатичное темлячное отверстие, можно продеть бусину и суперудобная клипса, суперудобная, она так легонечко взаимодействует с вашим карманом, когда вы его снимаете, вот так, чик, прям вот она вот так делает, аккуратненько, да, что она прям мягенькая, мягенькая, и обратите внимание, что ее вот это вот, ну, скажем так, насечечка, вот эти радиусные выборки, они полностью соответствуют рисунку, ну, таким же насечкам ответной части на теле ножа. Просто обалденно. Посмотрите тоже, везде фасочки, нигде ничего не торчит, на плавничке все аккуратно снято. Ну, в общем, заглядение. Давайте для лучшего понимания габаритов сравним его с другими известными ножами. Субтитры сделал DimaTorzok Характеристики тоже хорошие. Я повторюсь, с такими характеристиками это хороший EDC-нож, который отлично все это дело будет резать. Тут вообще вот никаких тоже вопросов не возникает. Разбирать мы его с вами не будем, потому что это интеграл, и все запчасти в комплекте, и что там как бы смотреть, когда вот все и так уже есть, да, зачем доставать то, что можно посмотреть из пакетика. сейчас, поскольку мне нравятся ножи именно вот такие меньших габаритов, мне вот эта версия нравится сильно больше, чем больше его вариантов. Поэтому хочу поздравить тех, кто успел себе в России купить такой нож, для тех, кто хотел, но не успел. К сожалению, это либо вторичка, либо покупать в США, если у вас есть такая возможность. Вот, ну а всех, кто успел, поздравляю. Вот такое сегодня видео, надеюсь, оно было вам интересно, на этом, наверное, и все. Всем спасибо, пока.